Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Все рейсы будут из Москвы. Также правительство увеличит с 25 мая количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. При этом, как отмечают эксперты, все эти страны не пользуются популярностью у россиян. Из Самары регулярными рейсами сейчас можно улететь в Арабские Эмираты и Египет. И хотя на курорты Северной Африки есть огромный спрос, туристы ждут чартеров. Многих пугает. Долгий путь до курортной зоны, кроме того, регулярные рейсы в 2-3 раза дороже. Можно улететь в Египет, но это рейсы до Каира. И дальше на курорты Шарм или Хургады едут на трансфере групповой либо индивидуальной, но это порядка 7 часов. Есть курорты, которые находятся значительно ближе, но они не на Красном море, они на Средиземном море будут находиться. Пользуются спросом Эмираты. Рейсов несколько в неделю стоит и поставили эту программу на все лето. Кипр. И мы искренне надеемся, что все-таки никто нам его не запретит, и народ будет спокойно ездить отдыхать. Впрочем, уехать спокойно сегодня практически невозможно. Нужно быть готовым сдавать дополнительные ПЦР-тесты и даже сидеть в отеле. Например, на Кипре действует с полуночи до пяти утра комендантский час. Перед тем, как выйти куда-то из отеля, необходимо направить смс на бесплатный номер с информированием о том, что вы планируете выйти за пределы отеля. И таких выходов за день может быть не более двух. В выходные дни количество выходов увеличено до трех. В закрытых помещениях обязательно наличие маски и наличие вот этого отрицательного результата ПЦР-теста. То есть в любой момент могут спросить ваш тест, и если у вас его нет с собой, отказать просто в пребывании. Тест на Кипре туристы делают за свой счет 30 евро. То есть летит три туриста, еще 90 евро прибавьте к расходам на отдых. Поэтому есть вопросы очень много в том плане, что это надо очень сильно хотеть отдыхать, чтобы быть готовым к этим расходам и к этим ограничениям. Как отмечают в туркомпаниях, правила въезда в разные страны меняются буквально каждый день. Некоторые самолеты пускают только по ПЦРу в самолет. Поэтому могут возникнуть недоразумения, когда страна пускает по прививкам, а в самолет нужно садиться по ПЦРу. Поэтому я рекомендую всем уточнять перед вылетом, изменилась ли ситуация, поскольку все каждый день меняется, мы все это отслеживаем. Вот, например, как было с Черногорией неприятности. Туристы приехали в Москву уже с путевками, с ваучерами, готовый купленный тур. Черногория объявила о том, что не нужен ПЦР, а в самолет не пустили. И в конечном итоге самолет был отменен. В большинство стран Евросоюза въезд для российских туристов все еще запрещен. А с теми странами, которые пускают, наоборот, нет авиасообщения. Из зарубежных курортов, куда сейчас могут реально улететь самарцы, есть еще Мальдива, Сейшила и Куба с пересадкой через Москву. Но цена туда во много раз выше, чем в популярную у россиян Турцию. С ней пока тоже не все понятно. Крупные российские авиакомпании убрали рейсы на июнь, а некоторые и до конца лета. Между странами идут переговоры. Возможно, регулярные рейсы в Турцию откроют в середине июня. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.